В силу разных жизненных обстоятельств наши граждане, не только наши граждане, которые приехали в Российскую Федерацию для введения своей трудовой деятельности, в жизни встречаются разные ситуации, и они вынуждены обращаться к диаспоральным организациям, медицинским учреждениям и другие организации, где могли бы они получить определенную помощь. На сегодняшний день мы ведем переговоры и интенсивную работу по привитию нашим гражданам, не только нашим гражданам, но и гражданам наших дружественных соседних государств. Понятие страхования жизни, страхования от несчастного случая, страхования детей, страхования беременных женщин, страхования школьников после окончания среднего учебного заведения, продолжения обучения. И элементарное накопительное страхование, накопительная система. На сегодняшний день мы провели переговоры с пяти российскими страховыми компаниями и тремя страховыми компаниями с юрисдикцией в данном зарубежье. И проявили интерес две страховые компании, с кем мы сегодня, на сегодняшний день, достигли определенных результатов. И для наших мигрантов, на наших сотрудников и трудовых мигрантов наших дружественных стран Узбекистана, Таджикистана и других государств под названием трудовой мигрант проработан тариф с минимальными суммами. Я суммы сейчас не буду озвучивать, потому что этот процесс находится в процессе обсуждения, но мы видим, что это самые благоприятные условия для наших мигрантов. В случае заболевания, в случае оказания сложной жизненной ситуации, на худой конец всем и под Богом, как говорится, в случае потери кормильца, смерти. И диаспоральным организациям, я думаю, это известно и другим нашим коллегам, очень часто приходится эту ношу нести на себе, осуществлять финансовую помощь. А ведь все работают, живут со своими семьями, семейный бюджет, есть такие понятия. И в случае удачного привития культуры страхования, были бы все застрахованы, были бы спокойны о своем будущем и не было бы некоторых финансовых проблем, которые возникают при таких нежелательных процессах. Поэтому я призываю наших друзей совместно с нами вести работу в этом направлении. Мы открыты, мы сведем или как или совместно можем переговорить со страховыми компаниями. У нас в связи с тем, что мы являемся членами Евразийского экономического союза, у нас некоторые преференции. Но несмотря на это, страховые компании готовы рассмотреть и предусмотреть и выработать тариф для всех трудовых мигрантов, которые ведут трудовые деятельности на территории Российской Федерации. А как можно найти, куда надо обратиться? В начальной стадии мы сейчас окончательно не пришли к выводу. Мы предлагаем свои пожелания, они предлагают свои. Мы сейчас на подходе к консенсусу. Когда будет компромисс и золотая середина, я думаю, что мы поделимся информацией с нашими друзьями. Можно через нас? Долго ждать? Нет, я думаю, что недолго. Я думаю, что недолго. Я думаю, неделю и две уже будут у нас на руках уже готовы тарифы. И условия заключения договора, необходимые документы. И есть такие понятия покрываемость, тарифы ежегодные. В зависимости от суммы производится покрытие и возмещение финансово при определенных страховых случаях. Вот с этой целью мы сейчас проводим тщательный отбор переговоров со страховыми компаниями. Одни страховые компании требуют, чтобы мы обращались в медицинских случаях к прикрепленным и заключенным с ними соглашениям, чтобы наши мигранты обращались именно туда. Но есть страховые компании, которым без разницы, для них важно медицинское заключение, независимо от медицинского учреждения. И есть одна из иностранных страховых компаний, которые сегодня с нами здесь находятся. И я думаю, что с ними тоже нам будет интересно работать, потому что это страховая компания с голландской юрисдикцией. На протяжении 15 лет работает в Российской Федерации. Очень большой опыт работы по сегодняшним меркам. И я думаю, что мы найдем общий язык и компромисс в этих вопросах. Субтитры создавал DimaTorzok